Добрый день, Игнатий Тихонович! Добрый день! Ой, как рада я вас видеть! Тут у нас вопросы у моих знакомых, у моих знакомых-знакомых появились, как-то не по писанию, больше по семейным вопросы такие. Можно? Можно, говорите. А вы знаете, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против, Игнатий. Слушаю. Значит, ну, в основном первые вопросы от молодых людей, которые еще не замужем, спрашивают наши девушки. Разница в возрасте. Если девушка старше юноши, можно ли выходить замуж? Да выходить-то можно, но дальше-то как дело будет-то? Насколько старше? У церкви существует где-то неписанное правило такое, что мужчина должен быть старше, но не больше, чем на 13 лет. А сейчас женится, она может моложе быть там лет на 30 и живут, и живут хорошо. Тут как сказать? Это вопрос индивидуально каждому надо знать. Ну, там небольшой разница, или 4, или 5 лет, я как-то не уточнила, но небольшой какой-то правил. Эти люди православные? Да, да. Ну, пускай сходят к батюшке, там же священники есть. Так, заочно как решать, чтобы он пришел, поговорил, какой? Ну, она может быть, или бывает старше, берет ее, она там во внучке ему годится-то. А живет хорошо, а другие одного возраста, никакой жизни нету, надо просто посмотреть, что за человек, как говорит, говорится, свой синдром у каждого. Это нельзя ответить, но существует вот такое пожелание, так скажем. Мы забываем иногда, что вот у мусульман вообще у них это не наши мерки-то. Вот мы говорим, Богородица держит младенца на руках, там, сексинская Мадонна. А кто знает, сколько лет ей было? Ей было не полных 15 лет, Богородице. 15 лет не было. Она уже родила. Это нормально на Востоке. А ему сколько, Иосифу было? Ну, считается, ему, может, 76. Ну, и сравни. Так, это говорят, так он был хранитель, не был ее настоящим мужем. Да так, но люди-то все знали, и никто не возражал. Ну, люди-то вокруг знали, что он ее настоящий муж, и что это сын Иосифа. Так что, понимаете, так ответить никак нельзя. Смотря какой регион, какие законы, там, правила гражданские, надо учитывать все. Ну, а так-то можно, конечно. И вопрос, другая интересуется девушка, можно ли венчаться, если она верующая, а он, ну, как бы так, захожанин, скажем так. В одном случая только. Когда оба были неверующие, а она обратилась. А они уже живут, бывает, дети есть. И теперь надо узаконить этот церковный, чтобы был брак. А он не идет. Ну, он должен, она должна уже сама сказать, с него еще спросишь теперь. Да, он меня любит, он живет, мы разводиться не думаем. Вот. Они не венчаны, и брак этот узаканивается. Но, если он ее оставит, или что-то случится, чтобы она не говорила, а мы были не венчаны, я могу выйти, уже все. Он как законный. Это тоже решает священник, а вернее, даже епископ. Так это на месте, надо все рассудить. У нас так и было. Вот обратились у меня мама, а отец наш, он не хотел никак. И вначале ее не прищищали. Вещать, как вещать, когда он не хочет. Его же не потащишь, сел. Ну, и потом все-таки утвердили, и она стала прищищать. Такое дело было. Я думаю, что священник может даже направить к епископу. Ну, и надо поблагодарить Бога, что такой отзыв будет. И послушаться, что они скажут. Библия молчит об этом. В Библии нет ничего на эту тему. И поэтому, чего нет в Библии, о том не рассуждаем, говорил Ян Златоуст. Я знаю только, эти вопросы решает на уровне епископа. Он уже сложный вопрос. Но тут никаких противоречий с Библией нет. Иногда они решают так, что вот приходят у архиерея, там, вот такой величины папки бракоразводных дел-то. И священник не знает, как у него живая жена, венщины бывают, что-то развелись, характер. А архиерея разрешает. Он не может разрешать. При живом мужа выйдет, называется, прелюбодейцем. И если он устанавливает это, то есть он узаконитель прелюбодейства. Тут вопрос серьезный. А если просто, ну если она верующая, а он не верующий, зачем она оттуда лезет? А какая это жизнь-то будет? А какие дети будут? Ей не позавидуешь. Это запрещается. Должна выйти только в Господи. Я повторяю только. Вот они были, и когда один обратился, а другой нет, они уже жили семейно. Так что тут нельзя под одну гребелку подгонять. Тогда вопрос по поводу суженного. Как девушке понять, что это именно ее от Господа положить? Ну, конечно, не на каблучках этих, туфельках, как у Жуковского описывают. Они бросали там на крещение, ворожили, сужены. Там никакого суженного нет, там дьявол. Как Лев Толстой говорит, черт, рогатый. Это молиться надо. Вот идеально это так. А она не ищет жениха. Она не ищет. Это должны делать родители. А родители, значит, раньше официально были свахи. Они знали, какие по возрасту. Князь, значит, княжна должна быть. Крестьяне, значит, с крестьянкой. Ну, Петр и Февроний, вот говорят, идеальная пара. Не так-то если все хорошо было. Она авантюрная такая была. И девка лечила. Он пришел, у него раны, там то другое. Она, я вылечу, если возьмешь меня замуж. Вообще. Да, вылечила, сама немножко ему оставила, чтобы не вылечена. Ну, и опять заболела, пришла. А он князь. Если он ее берет теперь, она к ней женой не делается. Он теряет свое княжество. Его осуждают все. Но он ее полюбил. Ну, и... А вы умерли в один день. И этот главный ухватили. Умерли в один день. Ну, как будто это их заслуга. И не считая, что сами с собой не покончили. Да Гитлер с Евой в один день умерли. Еще теперь за образец брать. Образец такой, когда оба верующие. По согласию родителей. Родители нашли. И она покорилась воле родителей. Вот это, вот так должно быть. Вот у мусульман, у них она не ищет. Они друг друга не видят. И раньше было в глаза, друг друга не видели. Вот у меня брат двоюродный, он молчун такой, он молчит все. Ну, ему нашли невесту. Поехали туда. Уже все договорились. А он молчит и все. Ну, они их в стенки вытолкнули. Там, дескать, хоть маленько-то поговорит. Ну, вытолкнули в стенки, а он стоит еще. Но она не знает, что дальше-то делать-то. Он стоял, стоял. Пойдешь. Я, как-то, поняла, что еще придется три года ждать. Подожди-ка. Соленчик, опоздал меня, брат Владимир. Они на занятиях были сегодня. Ну, вот и все. Мне напоминает это. Первый человек на Луне был Нейл Армстронг. Он тоже молчит. И потом, когда он уже знаменитый стал, жена говорит, три года ухаживал. И ни предложения не делать еще. Провожает, цветы дарит. Дальше не движется. И он только спросил так же, вот, говорит, пойдешь. Я поняла, что если я не отвечу сейчас, скажу, подожди, еще три года придется ждать. Я сразу сказал, пойду. Понимаешь, это вопрос такой интимный. Но и здесь можно сделать красиво, в послушании. Родители будут довольны. Ну, все как положено. Вот. Я тут рассказ один рассказывал. Другие говорят, а что это за рассказ? Ну, рассказ, как в послушании надо ходить. Она, девка была такая капризная. Еще не так. Она истерику закатит. А родители, ладно, ладно, Наташа, не плачь, не все это. Ну, время-то пришло ей выходить замуж, а характер-то вот какой. Ну, и родители нашли хорошего. Он фермер, где-то раньше у него там, это вроде в Америке. Ну, выдали замуж, он понравился. Хороший, видно, самостоятельный. У него хорошее хозяйство, работяга. Ну, молчу. Она дорога едет, стрекочет налево, направо там. А он молчит, ничего не говорит. Вот лошадь споткнулась. И он вдруг, говорит, посуровел лицом и сказал, раз. Что такое, Джон? Ни слова не говорит. На гору стали там где-то подниматься, а он, лошадь опять та же самая споткнулась, а запряжено две лошади. Он говорит, два. Она до того удивилась. И когда лошадь споткнулась, уже дом видать где-то. Он ни слова не говорит, а слез, говорит, три. И пристрелил лошадь. Я, говорит, как завизжала. Как-то ты жестокий такой. Да это лошадь, да она такая красивая. Он посмотрел на меня. Я ищу истерику. Он говорит, раз. Я, говорит, как сел, вот 75-й год молчу на месте. Я поняла, что если промахнусь еще два раза, значит, и меня рядом с кобылой ложиться надо будет. Ну, это рассказ. Ну, чему-то она подсказывает. Надо молчать больше, женщина. Хорошие браки, проще там, где молчат. Это правда. Но сразу, конечно, надо предупредить. Златоуз говорит, вышла замуж, превратись в камень. Не стрякащи. Не учи мужа. Учить жене не позволяй, не властвовать над мужем, но быть безмолвие. Да как так, да мы равная. Ну, вот ты уже негодная равная. Где же ты равная-то, когда ты соблазнила его соблазнительница? Женщина, красивый пол. А по Библии это смертельный пол. Женщина, горше смерти. Это в Библии написано. Ну, а как тогда? Ну, никак. Он, голова, он ведет. Она должна слушаться. Куда иголка, туда нитка. Иголка прямая, а нитка должна быть без узлов. Иначе оторвется. Вот и все. Эта тема интересная. И тут надо большой опыт иметь. Советы эти давать. А еще поза глаза тут ничего не скажешь. Только к батюшке идти. Пусть он... Вот тут мусульманин имам. Его спросили, говорит, у тебя какие тут заботы тут? Мусульман у нас много. Отношения у нас тут в Барнауле хорошие такие. Никогда никаких споров, ничего нет. То есть идеологическая, это конфессионально называют, обстановка мягкая такая. А он говорит, у меня самое главное переженить моих ребят. Понимаешь, они не хотят жениться. А девка-то на выдании, она тускнеет уже как. Ну и надо пораньше выдать-то. Ну как уговорить? Я, говорит, больше всего на этой теме работаю. А у них-то не так. Она идет, там другая что-то радости думает иметь. А у них так. Я девочкой спрашиваю, и какие у тебя планы? А они обратились, теперь православные стали. А форму в платках, без платка нигде ее нет. Но они из этой породы мусульман-то. Она говорит, готовлюсь замуж. А сама ученица пятого класса. У нее уже другое мысль. Я тут поступить в университет, сдать там кандидатскую. Нет ничего в ней. Выйти замуж. А у мусульман как? Подарить Аллаху пять сыновей. Не просто родить. Не мужу подарить, а Аллаху. Если бы у русских-то так учили, разве было бы, что за годы перестройки 20 лет 120 миллионов абортов? Страна уничтоженная. Никого нет. Тут пустая страна. И поэтому запускают мигранты и прочее. Ругают Путина. Не ругать надо, а молиться. Россия тоже прежнего она никогда не будет. Потому что детей у нас в семье. Вот было у мамы у нас 12 детей. А там одна жила, у нее 24 ребенка. Ну, умирали некоторые. 24. Ни одного не убивали. А они, естественно, отбор был, умирали. А сейчас в барокамере лежит, но он вот такой вот и не знает, что с ним делать. Ну, это я между делом сказал. Давай. У меня тоже у детей возраст такой подходит к этому. Так что тоже молюсь за половинки. Ну, и другой вопрос. Значит, один человек болеет очень сильно. Женщина. И как-то в разговоре, с телефоном обмолвилась я с ней. Она говорит, меня... То есть, проведывать не надо. Меня раздражают здоровые люди. И у меня вот такое вот... Как-то такое... На душе мне как-то тяжело стало. Как тогда приходить проведывать или общаться, если человек вот так говорит? Это глубинное повреждение. Это очень злобный человек. Он не радуется другому счастью. Он хотел бы, чтобы все были такие. Это опасный человек. Опасный, кто с ним, знается. Незримый яд от них проникает в другую. Бывает человек больной. И он выйдет на улицу, посидит. И молодежь какая играет. Он говорит, я так отдохнул, смотрел. Какие здоровые люди. Благослови их, Господи. А мой крест вот такой. А это ее раздражает где-то. То есть, ее бы не раздражалось, если бы все были гнилые, как она. Лежали. Это очень опасные люди. Поэтому смотрите по силе. Если не чувствуете теперь силу, проститесь и лучше лишний раз не заходить. Я просто даю свой опыт. Я просто знаю это. Это крайняя озлобленность. Бесовская просто. Она не может радоваться другому счастью. Это близко к хуле на Духа Святого. Где-то там, в этой области. То есть, проведывать. Она сейчас лежит в больнице. Я вот, у меня как-то на сердце неспокойно. Вот я бы хотела проведать. Но у меня вот что-то нет уже. Меня вот как будто что-то тормозит. Понимаете, вот то место я уже сказал, ладно, сейчас. Когда Господь сказал, говорит, хула на Духа Святого не прощается. Там, а на сына человеческого скажут проститься. Почему? Потому что они хулили добро. Слово добро, но это высшее благо, которое Бог делает. И они терпеть не могли. Был больной, они исцелили. Христос исцелил. А в субботу исцелил. Ну, он говорит, быка-то ты вытаскиваешь, когда он упадет в яму-то. А эту дочь Аврааму... Куда столкнули? А водянкой была. Ты вытаскиваешь из колодца, вытаскиваешь. Она вся водой раздулась. Я буду ждать, когда... То есть, они быка вытаскивали, а человека не давали. Жди, когда придет. Да скоро эта помощь, и в субботу и воскресенье ездит. Они ненавидели добро, и Господь сказал, «Аллахурина Духа Святого». Вот почему я такой даю ответ. Пожалуйста. Еще сестра нас интересуется. Она вышла замуж уже в возрасте. Она верующий человек. И он верующий человек. Ну, сошлись так, как... Ну, и она была свободна, муж умер. И он тоже давно, как бы, разведенный. Еще до уверования. А он... Они все из... Церкви протестантской. И вопрос в каком плане. В процессе совместной жизни, ну, это все понятно, уже, как говорится, не юные вышли, женились. И начались семейные притерки. И мужчина иногда руку прикладывает. Вот как в этой ситуации. Терпеть. Другого нету. Это ее крест. И надо еще узнать, как она себя ведет. Вот тут все, понимаете, вот это индивидуально. Понимаете, вот... Я слышал такое. Она... Нормальная, хорошая. Ее Эд назвать. А муж пьяница. Пьет. И она как только приходит в церковь. Ее все говорят, ну, как там муж? Ну, как вчера, так и сегодня. Бедная. Как ты терпишь? Ее все жалеют. И все. Было до момента, когда с ней не поговорил один брат. Ты на себя, сестра, посмотри. Почему он муж такой? Распорядок свой проверь. Как ты молишься? Какие у тебя ночные молитвы-то? Ну, она когда посмотрела, стала, и Дух Святой коснулся ее сердца. Она увидела, сколько она неправильно делала. Как она ворщала. Он домой не рад уже идти. Она пилит и пилит его-то. И она, Павла, давай просить прощения у мужа. Пришла только в церковь. Сестра опять ее уже. Да как ты, бедная? Не надо жалеть меня. Его жалейте. Я всю жизнь так с ним обращалась, как будто это мальчишка какой-то, а сама учительница работает, а у нее этот навык учить учеников, переходит домой, и она его долбит, как будто это второклассник какой-то. Пришло время, он пришел в церковь. Очень много от женщины зависит. Мужики, они глупые. Это есть печаль сатаны. Если с лаской, ласка его, говорит, на ниточки можно вести. А вот ты будешь так, то он как бык, мужик что бык, говорит, стемяшится в башку какая блажь, коломой оттуда не выйдешь, упирается, всяк на своем стоит. А то Некрасов пишет, кому на Руси жить хорошо. Ах ты с лаской да со вниманием. Вот такая была женщина, Моника звать ее. А у нее сын был непутевый совсем. Она сильно любила его. И муж, и руки прикладывает, и все, что надо. А она переломила обстановку. Сын просто нехорошее поведение. А он на стадион, она за ним. Каждый хоккейный матч она боялась его одного оставить. А он там с женщиной спутался. Епископ, когда узнал, как она плащет, как она молится, и говорит, сын чада стольких слез матери не может не обратиться. Пришло время, он обратился. Это не просто был кто-то Блаженный Августин. Святой. И Моника тоже будет святая. Они теперь вместе стали молиться за мужа, и муж обратился. И, если я не ошибаюсь, кажется, стал епископом. Все зависит от того, что мы можем на ниточке вести. Это все с любовью. А как? Не потворствовать, и в то же время знать свое место. Чтобы мужья, которые не покоряются Слову Божью, без слова приобретаемы были, видя ваше смиренное, кроткое, тихое житие. Вот так. Мне тоже муж еще пока... Ну вот, может, муж, это, может быть, он выправляет ее, кривизну ее. Тоже у меня муж еще как бы неверующий, но иногда слушает и смотрит ролики, что я смотрю, когда вы с кем-то общаетесь, или там ваши проповеди, ну и там много разного, Стеняева, Кураева, но иногда слушает. Ну, как-то еще один Господь знает, когда это произойдет. И, значит, еще у меня вопрос по поводу вот этого Стерлигова, книги его, которые он там издает, печатает какие-то Ивана Грозного или учебники, или писания, что-то такое. Сколько раз слышал поветрие какое-то. Да в руки бы не взял даже. Пустое, все прошедшее. И скажи, как по ветру это заразная болезнь какая. Уже не один спрашивает меня об этом. Я говорю, еще ты считал, а вот хорошее там. Ну, возьми сказки, поттера считай, какая тебе разница-то. Какое это отношение имеет? У нас уверенности нет, что правильно написано. Я бы считал там, какая тебе разница-то, что там написано. Так когда это уже не вернуть, не исправить, ничего нельзя. И зачем тебе это надо-то? А он говорит, он умеет это подать. Он, ему имя у меня разрушитель, он ничего не может дать, ничего нет. И вот это, что через эту книгу он только заманывает. Заманывает. А дальше он дать ничего не может. Он Евангелие-то не предлагает. Ему это разницы никакой нет. У него веры никакой нет совсем. Он просто дурит людям головы, залогов их считает. Я внимательно смотрю, где он выступает, предложения какие делает. Там все сидят, только смеются. В общем, разобрать это правильно. В общем-то. А на самом деле все это как у Жириновского. Он такие предложения делает и сам пальцем не пошевелит. Ему можно говорить, а он книгу дал бесплатно. Так миллиарды награбил, чего ж не дать-то? Если бы он работал, своими руками работал, а то мультимиллионер. Значит, ограбил, нырнул в сторону, не успели его прихлопать, когда самый разборый был. Он умный очень. Но сатана-то умнее его, и он оставляет его. Церковь не такая. Нигде нет православных. И вообще у него нет никаких, нигде православных. Библия переведена неправильно, а нет Библии, значит, ничего и нет. Он дать замен ничего не может. Он разрушитель. Но я за него каждый день молюсь. Поминай его имя перед Богом. Просто он очень опасный человек. Я рядом с Невзоровым его только могу поставить, и за обоих молюсь. То есть людям, которые приобретают эти книги, просто советовать их не брать, да? Да еще советуют. Ну было бы что брать. Да пусть они, ну, кирпич продается, я не знаю, сколько хлеба стоит кирпич. 20 рублей. У него там 300 или 400. Идите покупайте у него хлеб. Он умеет сказать, что полюбишь этот хлеб. Хотя он у него хлеб изготовленный, никаких новых рецептов нет. Ни одного у меня жизни не прибавит, ни одной калории не дадут. А люди сидят, рты разинули. Пришел там, Жириновский у него бродит. Дурью, дурью мается мужик. У меня специальная тема есть на моем форуме, форума Игнатия Латкина, и там отдельно Стерлигов, там Герман, кажется, Львович. Посчитайте, там все сказано. У него ничего нету, совершенно ничего. Он нищий и голый. Голый король. И нигде никого нет. Греческая церковь не церковь, католики не церковь. У него нет нигде где-то один епископ, и он два. Они двое только во всем мире. Прямо не придумаешь даже. Ни у баптистов хорошего не найдет, ни у кого ничего нету нигде. Но если посмотреть, как он ведет, он очень наглый. Он беседует, когда это не так, он хватает, бросает. Это все заснято, показано. Ну какое же это? Он не битый. Просто не битый. И где-то он наткнется, где из-за стола не вылезет. И книги какие-то, и все, даже Ивана Грозного где-то говорит. Ну даже он их кучу навалит. Что ты там возьмешь, чтобы применить? Вокруг неверующие люди. Мир погибает. Россия разваливается. Не в этом году, говорят, в следующем война будет. Уже все пророщит об этом. А я буду говорить об Иване Грозном. о тиране, который сына своего убил. Который тысячи жизней отнял невинных. Я буду оттуда что-то брать. С ума сойти надо. Да главное, люди торты развивают и идут туда. Это обольститель и разрушитель. Другого нет названия ему. Спасибо вам, Басказец. И вопрос по Писанию. спрашивают за египетские казни. Про образ чего? Что там? Египетские казни, образ чего? Ну, образ чего? Так это в нашей жизни такое встречается. Это каждый может применить то, что видит конкретно. Вот звери показано. Или там какие-то. Вот жабы. Жабы это жабье учение. Коммунистическое, фашистское, там что где идет. Ты примени, просто посмотри, на что больше похоже. Толкование такого не дается. А ты сам должен сообразить. А вот тьма. Тьма безбожия, атеизм окутал. Все, люди не понимают, что делают. И пройдет ангел. Это означает, кто-то уверовал, помажет косяки. Это нам, Господь, кровью своей причистую омывает нас. Касается. Вот начиная с первого, пала скотина, где-то что-то. Это все обрубило. Остановились заводы. То есть это тегловая сила. И теперь все заросло, и нигде нет. Это перестройка. Это умышленно было здесь. Это казнь египетская на России. Мне зачем говорить про Германию, про Египет? Меня интересует сегодня, что я в каждой казни и вижу первенцы, то есть самое ценное, молодое, все загублено. Прошел ангел-губитель. И загубил. Потому что дети, они лучше родителей не будут. И ангел уничтожил. А почему? Потому что вы уничтожали. Вы ослепляли других и сами ослепли. Писание так говорит. Поэтому каждую казнь, конечно, что интересует его и в какой стране, я дам толкование разное. Согласно после того, обстановки политики. Игнатий Тихонович, и спрашивают, если, допустим, приедут, возможно, здесь и будут у людей, и они приедут, хотят приехать к вам погостить там, на лето посмотреть, ну, может, как в отпуск съездить. Это по приглашению, ну, молодые люди? У нас приглашения нет. Мы даем только знать. Я вам маршрутку давал? Нет. Ну, вы посмотрите, она у меня тут предыдущих выставлена. Там, когда я с ними беседую. Вот. Они должны сначала созвониться, мы узнаем. Курящим ход абсолютно запрещен. Даже разговора никакого нет. Если готовиться к окрещению, чтобы они бороду уже никогда не трогали. Какие правила, что с собой взять? Если они попросятся, я им выставлю. Предыдущие, смотрите там комментарии внизу. Я везде это все уже выставлял неоднократно. Интересуется жить есть где? Если для потеряевки, которые думают переехать жить, это, конечно, речь идет о молодых, и у которых есть дети. Есть средства, на что построиться. С ними можем вести разговор. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Вот пять качеств. И тогда видно, чтобы своими руками он приехал. Конечно, выезжать надо рано весной, чтобы успеть посадить. Огород уже получил он. А дальше лето начинается, теперь строй. Кто-то, друзья приедут, все закупать можно, километров сорок от нас. Ну, и кирпичный завод, и лес продают, там все можно. Строится. Строится тебе. Он говорит о том, что если на время человек приехал, есть ли? Ну, на время это вопрос другой. Зачем на время? Там каждый человек лишний. Во-первых, не просто так приехать, в какое время? Это 16 километров от трассы. И если на поезде, поезд только ночью. А ночью, если встречает он где-то в час ночи, это днем уже ему, он на тракторе работает, такого машины встречает. Нам эта забота не нужна. Это просто соглядатые, нам они не нужны. Дети, которые приезжают в лагерь, допустим, у нас было так, набирают ребятишек. До какого конкурса? 10, 15, 20 ребятишек набирают и сопровождают их 2-3 человека. Тогда можно. Лагерь открывается у нас, где будет, примерно с 10 июня до 2 августа. Вот, значит, считаю, месяц и 22 дня. Вот это можно. Но условия одни, правила наши строжайшие. Что нужно взять, теперь мы покажем, что с собой надо брать. Памятка. Игнатий Тихонович, до какого возраста в лагерь вам можно? У нас лагерь необычный. Если с родителями, у нас одна была ребенку 7 месяцев. После 7 лет считается самостоятельный ребенок. А если до 7, и у него есть старший, который, они должны за ним наблюдать, смотреть, вместе быть, играть, чтобы ребенок нигде не отошел и проще. До 7 лет кто-то должен смотреть. Если мы знаем родителей, разрешаем приехать родителям. Никакой краски тут ни бижутерии, ни в ушах, нигде ничего нет. Это абсолютно у нас запрещено. Ну и тогда они приезжают. Стоимость этой путевки одинаковая, что для родителей, что для ребенка. На месяц. Это мы все выдадим данные. Набирайте детей, тогда можно будет разговаривать. У нас приезжали очень далеко из Одессы, просто очень далеко, из Москвы. И мы говорили им, они приезжали, они, люди имеют опыт работы с детьми, они были с воспитателями, готовить на кухне, чистить и прочее. А подростковый возраст до какого вы берете? До какого? Ребенок, как ребенок, с ним кто? Это, ясно дело, не позже 16 лет. А которые приезжают родители или бабушки-то, возраст неограничен, лишь бы человек был здоровый, крепкий, самостоятельный. Больных мы не берем. У нас лагерь не оздоровительный, а трудовой. Вот так. Это вот определенно, четко можем сказать. Воспитание христианского, как у нас нигде, ни у кого вообще нету, которые говорят, я ознакомился, нет, у нас очень строгая дисциплина. Встают в 5 утра. У нас работа до обеда, работа, дрова пилят, после обеда занятия идут, песнопение готовят, в пятницу костер, картошка, до 6 раз в день только купаются. То есть у нас очень напряженный день. И каждый день они там футбол гоняют, волейболы, ягоды собираем, травы. Они всему учатся, дети у нас. А если приехать, допустим, молодой, вот меня сын интересуется, если приехать, возможность поработать на лето? Ну мы не нанимаем на работу, на работу, с детьми, когда приезжают, о которых вот лично мы знаем, вот лично, уже не первый год-то, тогда мы говорим им, но нам нужно будет от таких, она едет без детей, а одна хотела бы поработать, это рекомендация освященника, тамошнего, что она, он знает, что она прихожанка, и он ручается за нее прямо, что она не будет здесь выдумывать чего-то и как-то. Потому что у нас были такие, они приехали и без разрешения. Ну, люди-то хорошие, но приехали, кажется, даже с епископом вместе. Но получилось не совсем, как они хотели. Приехал ребенок и в первый же день замечен был материться. Мы спрашиваем, как он мог туда попасть. А приехал вместе с епископом. Ну, стали говорить, видимо, отвечает дерзко. Мы сразу завернули оглобие назад. Забирайте, и лагерь должны покинуть. У нас было такое. Было. И при том, по разным причинам. Мать привезла детей, а ребенок дерзкий, дерзко с матерью. А у нас физическое наказание есть. Родители дают подписку, что они согласны, что я его отдеру и крапивой, и все. Мать-то согласна, а он-то не согласен, а ребенок-то большой. И он матери прямо на наших глазах стал грубить. Я должен его теперь отодрать, или вы должны выехать из лагеря. Спать уже не будете здесь. Потому что проклят злословящий отца и мать. Гром разразится, и мы все с тобой погибнем. Ну, вот для нее теперь, думаю, как. Это из Тобольска приезжали далековато. Но они согласились. И он согласился, чтобы я его проучил, как надо. Ну, отодрал. И мать расписалась. И все, направили. Дальше пошло. Матери в ноги. Поцелуй, мать, теперь. И чтобы единого слова нигде не было слышно. Ты достоин смерти за поношение матери. Ну, и вот так вот сразу мы сломили это дьявольское сопротивление. И мать сама плащет, не знает. А тут она не может нарадоваться. То есть я говорю, что у нас христианский лагерь. Православный, христианский, с твердой дисциплиной. У нас уставы везде висят. И они знают, куда приехали. Но родители, кто, если дети малые, не имеют права ни хлопнуть его, ни за волосы дернуть, ничего не имеют права. Это делает только я. Единственное. Я основатель лагеря. Я для них следователь, прокурор и палач. Вот. Все в одном. Меня нету. Вот я уехал. Три года уезжаю летом на благовестие. И никто их не может наказать. Я никому, а уже 42 года лагерь, никому эти полномочия не передаю. Я иногда просто условно по голенищу там хлопну сеткой. Ну, ребенок с ленями сделает под глазами, что ты вместе помолились и дальше выпускаю его. Это исключительно тонкое дело. Из десяти наказанных я, может, один раз только накажу его. А все-то думают, ой, я им просто даю пример. Страх Божий. У нас нельзя ни обзываться, ни драться. Это абсолютно запрещено. Я знаю, обзывался, значит, пять горячих. А если там ударил кого-то, это сразу в колокол бьем, весь лагерь собирается и молимся сразу. Это ЧП. Понимаете как? У меня очень большой опыт работы с детьми. С детьми в тюрьмах, с преступниками, дети, малолетки которые. Я знаю, как туда дорожка прокладывается. И я делаю так, чтобы ни один туда не попал. И поэтому приезжают даже наркоманы. Это тоже наркоманы, дети. А выезжает он другой. Он приезжает, как голенище кирзового сапога. На него смотреть боязнь. А приезжает, родители не могут узнать. Тут и профессора, психологи приезжают, исследуют, как можно в течение одного месяца так изменить ребенка. Молитва. Слово Божие. Любовь. И вот они исследуют все и говорят, главный принцип лагеря это любовь с большой буквы. Да-ка тут наказание. Профессор психологии не ошибся. Вот так. Это те, которые к нам приезжают, чтобы узнать, откуда у вас такой опыт. Да никакого у меня опыта-то нет. Я просто родился здесь. Большая семья. Ну а теперь 42 года начальник лагеря. 42 года это чего-то стоит. Вот так. Ребенка мы даже сами исследовать, узнать, он должен сказать, что он крепко хочет верить. Бывает совсем мало верующих. Верят ли не это родители, это на втором плане. И когда мы отказываем, это самое большое наказание. В лагерь не приезжать. Но и здесь оставляем лазейку. Если два священника, за него будут ходатайствовать. На следующий год, чтобы мы взяли. Вот так. То есть дети разные, разные. А мы должны быть с направлением к небу. Все туда. И ребенок это знает. Спасибо, Игнатий Тихонович. Да, слава Христу. Все, все вопросы, как говорится, разрешены. Ну как нас собираются, мы тогда... Вот когда наберется группа, вы снова заходите, я вам скину путевку, что нужно взять, и за них кто-то отвечает. Родители должны знать наши правила. Никаких брюках не ходят. Если у нас комары, а на брюках у нас сверху длинная юбка. В храм идем, не больше 10 сантиметров от пола подол должен быть. Церковное платье, платки и прочее. То есть старинные, благочестивые русские обычаи. Если мужчина, то бритых у нас нет. Это не будет. Зачем мне нужен? Скоблет свое лицо, как яйцо. Все, спасибо тогда, Игнатики Кнатьевич. Все, кончилось? Да. Так вы слух назовитесь, кто вы и откуда? Я Елена Фомина. Чтобы вы знали, это нам нужно. Я вижу, что Фомина. Вот. Город какой? Артемов с Донбасса. Вот. Ну вот сами думайте, у вас все есть. Все данные. Есть, можно. Что не может, вы по скайпу или как-то скиньте. Скиньте просто. А если будут вопросы, и родители пожелают по скайпу, вы можете привезти их. И вы заходите вот в это время, это неплохо. Сколько, Володя, там? Ну, у нас почти три часа. Ну, вот в это время. Вот в это время это подходящее. Кроме воскресенья, потому что воскресенья их не будет. Да. Ну, все тогда с Богом. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо. Слава Богу. Скиньшка. Новые знакомые Господь осматривает. Может, вам будут скиньшки. Там уже видно. А бывает, там не знаешь, откуда люди придут. Я ей дал. Звонок завершен. 36 минут.